В первые месяцы Великой Отечественной войны город Михайлов приобрел в планах немецкого командования значение важного стратегического пункта. Войска фашистской армии и Центр должны были овладеть им и прорваться через Каширов к Москве. Немецко-фашистские захватчики сбрасывали с воздуха сотни тонн сметлоносного груза на мирные города и села. Город опоясали противотанковые рвы, на улицах и площадях появились надолбы и ежи, в подвалах здания оборудовались бойницы для пулеметов и противотанковых ружей, бомбоубежища, возводились доты и дзоты. В их сооружении участвовали подростки, женщины, старики. Окупация продолжалась 13 дней. Здесь, на исторической земле, и рождались картины кисти Юрия Бучнева. Он не только художник, он мой старший друг, к сожалению, совсем недавно он ушел из жизни, но осталась светлейшая память об этом человеке. Он человек искусства, он не только художник. Что мы здесь можем лицезреть, вот именно в этом музее, это его огромная заслуга, создавал он. Персональная выставка художника открылась в день его рождения, в день 465-летия города Михайлова, в стенах созданного им самим музея. У нас представлены картины Игоря Васильевича и непосредственно художников, которыми он руководил. Потому что, как мы с вами знаем, он является основателем клуба художников. То есть, это его детище. Более ста картин автора хранится в фондах. Когда-то на музей был похож и дом художника, но теперь практически все работы в музейных и частных коллекциях. Ну, рисовать он начал с детства. Да, картины детские еще были. Учился в московском художественном институте. И вот сколько мы помним, он всегда рисовал. Память о Юрии Бучневе сильна, потому что в его работах застыла история. Особый народный колорит рязанской земли, героической и одновременно поэтичной. И количество собравшихся почтить его память – подтверждение тому, что дело художника будет жить.